И сегодня Мария Владимировна Котова гость в нашей студии. Она баллотируется в депутаты Государственной Думы. Мария Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Недавно совсем президент нашей страны Владимир Путин сказал, что в Думу должны избираться специалисты. Что вы думаете по этому поводу? Такой профессии, как политик, нет. Многие годы нас приучали к тому, что депутатами должны быть руководители крупных предприятий, яркие личности. И это привело к тому, что все законы у нас против простых людей. Законы в сфере ЖКХ должны принимать жилищники. А законы по охране материнства и детства должны приниматься теми людьми, которые работают с этим ежедневно. Ведь здоровье наших детей, здоровье женщин – это наше будущее, будущее нашей России, потому что будут здоровые дети, будет жизнь. А какие задачи вы ставите перед собой, баллотируясь в Думу? Я четко сформулировала для себя задачи, которые я хочу реализовать в Думе. Первое – это предоставить возможность детям до трех лет бесплатного питания. Так, как это сделано в Беларуси, где каждый ребенок до трех лет получает полноценное бесплатное питание. Второе – это предоставить возможность женщинам, которые имеют трех и более детей, уходить на пенсию на пять лет раньше. Потому что вырастить, воспитать ребенка – это огромный труд, который требует очень много сил. Третье – это замещение дорогостоящих импортных лекарств, на которые пенсионеры вынуждены тратить по половине своей пенсии на отечественные. Четвертое – в бюджете есть деньги, которые необходимо правильно перераспределить. И в первую очередь необходимо обеспечить бесплатный проезд школьникам и пенсионерам. И не 30 поездок в месяц, а столько, сколько им это необходимо. Мария Владимировна, а как к тому, что вы баллотируетесь, относится ваша семья? Вся моя семья помогает мне. Бегают и дети, и муж. Поэтому, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить свою семью за понимание. Также хочу поблагодарить людей, которые помогают мне морально, материально. Потому что без этой помощи я не смогла бы донести до вас свои задачи, мысли и цели. А как вы думаете, вы сможете выиграть эту предвыборную гонку? Я верю в здравый смысл простых людей, которые понимают, что помочь и защитить их может такой же простой человек, как и они, который живет с ними в одном измерении. Ведь доверие людей нельзя заслужить подарками и ложной благотворительностью накануне выборов. Доверие людей надо заслуживать годами своим ежедневным трудом, который приносит пользу людям. Я думаю, что я смогу выиграть эту гонку. Я человек напористый и все дела довожу до конца. Мария Владимировна, спасибо, что пришли к нам в студию. Желаю вам победы. Спасибо.